Закрыть нельзя оставить. В четверг судьбу комсомольского филиала Энергоколледжа обсудили в стенах областной думы. Информация о том, что учебное заведение среднего профессионального образования, единственное на три муниципальных района, хотят реорганизовать, появилась уже давно. Но впервые все стороны встретились в одном зале. У нас здесь присутствуют актериоретические работники, представители группы объединены, общественная организация Ивановского, депутат Ивановского областного дома. Руководитель головного образовательного учреждения Энергоколледжа объяснила, что содержать комплекс на 800 учащихся заполненным лишь на одну восьмую сильно бьет по карману. Материально-техническая база, которой так гордятся педагоги, давно устарела. Даже если говорить о станках, которые там сейчас, часть не функционирует, часть находится в рабочем состоянии, но даже станки, они 59-74 года выпуска. То есть это глубокий прошлый век. Я извиняюсь, я прошел в энергоуниверситет, и как раз специальности инженерные, там станки стояли совершенно такие же. Ну, по крайней мере... И на них учились люди, уже получали высшее образование, и это были 2000-е годы. Начало 2000-х годов. Я сомневаюсь, что сейчас в энергоуниверситете что-то изменилось. Еще одна причина закрыть – педагоги дочернего колледжа не хотят развиваться и повышать квалификацию. Преподаватели, долгие годы работающие в Комсомольске, парировали. С зарплатой 7 тысяч, а именно столько в среднем получает каждый, особо не до профессионального роста. Моя нагрузка сегодня 680 часов, а ставка 720, да? И это 6 тысяч составляет. Значит, если 720 часов, это будет, ну, 7 тысяч. Вот все. Никаких стимулирующих. Почему так мало студентов? На этот вопрос преподаватели отвечают. Когда было, что предложить абитуриентам, желающие получить рабочие специальности, были. Последние 5 лет проводится целенаправленная работа по уничтожению филиала. Учебного заведения. У нас в последнее время было 300 человек. Функционировало заочное отделение, 4 группы. Функционировали отделение автомехаников, 4 группы. И теплоэнергетиков. Учили в колледже на водителей, трактористов, механизаторов. Но с приходом нового руководства головного учреждения специальностей стало значительно меньше. А востребованный курс автомехаников сделали платным. Я ждал, что мы к этому придем, что остается там 70-80 человек. И что на 78 человек, естественно, расходы, начинаем считать простая арифметика, получается, что 100 тысяч. Уважаемые господа. А кто привел учебное заведение к такому состоянию? Зачем было закрывать автомеханическую специальность? Мы идем навстречу, и мы позволяем оплачивать обучение в рассрочку. То есть, если, предположим, в этом году, в этом учебном, 16-17 учебном году, обучение стоит по нормативу 40 тысяч 365 рублей на год на 10 месяцев, то мы эту сумму делим на 10 месяцев, заключаем ток соглашения, и они платят до 4 тысячи больших тысяч в месяц. И каждому мы ни одному человеку еще не отказали. Так есть ли пути выхода из тупика? Преподаватели и родители предлагают порвать отношения с энергоколледжем, раз уж ему дочка не по карману. Взять под крыло комсомольский филиал готов архитектурно-строительный колледж, но на это нужно время. По итогам круглого стола решено направить письмо губернатору с просьбой сохранить учебный комплекс, где получают рабочие специальности, а также обратиться в областную думу для того, чтобы выделили средства на содержание колледжа и в профильные департаменты регионального правительства, чтобы не спешили рушить то, что строили не они. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иванов.